У основателя города Иосифа Дарибаса было трепетное отношение к зеленым насаждениям. Самые первые деревья в Одессе появились под его руководством. А вот доверительное отношение Труханова к деревьям иное. Он предпочитает их уничтожать. Ежедневно наш город теряет сотни зеленых насаждений в угоду интересам местной власти. Зачастую спил деревьев незаконен, как и высотки, которые появляются на их месте. Труханов самый скандальный мэр. Он не очень любит наводить порядок в Одессе, потому часто уходит в отпуск. А вот герцог Деришелье к городу относился иначе. С особым письмом к царю он просил разрешения постоянно находиться в Одессе, чтобы как можно больше времени уделить ее развитию. А еще при герцоге был разбит один из самых красивейших одесских парков – Дюковский. При Труханове он приходит в упадок. Труханов самый скандальный мэр Одессы. Пока он правит городом, детские сады один за одним приходят в упадок. Во время правления городоначальника герцога Деришелье в Одессе были открыты гимназии с тремя отделениями и благородные институты. Благодаря стараниям Ришелье в городе возводили церкви и соборы. А в 1804 году был построен театр. А вот при графе Александре Лонжероне был разбит ботанический сад. Он сыграл огромную роль в озеленении Одессы и всего региона. При Труханове ботанический сад превращается в очередную локацию для незаконной стройки. При городоначальнике графе Федоре Алапеусе в Одессе был приобретен дом для приюта. Стараниями графини Алапеус он был открыт в январе 1862 года для сотни детей. При Труханове прирост детских домов явно не наблюдается. А тому, кто собственными силами пытается воспитать приемных детей, попросту вставляют палки в колеса. Как, например, семье Мартыновых. Сначала их выгоняют из собственного дома. А после чиновники, пользуясь своими полномочиями, лишают семью статуса дом семейного типа. Ребята из многодетной семьи собираются распределить в приюты. Труханов – самый скандальный мэр. При нем Одесса не преображается, а только разрушается.